Утро это очень круто! С добрым утром, малыши! Антон, какой у тебя сегодня интересный наряд! Ты программы перепутал? Да нет, Крюш, конечно! Ну просто я, просто я меню составляю, понимаешь? Какое меню? Какое меню? Ну, смотри, каждый день есть одно и то же, мне, честно говоря, уже надоело! Утром каша, в обед суп! Ну, мне хочется чего-то необычного! Это хорошо! Правильный завтрак – это залог отличного дня! Золотые слова! И вот я о том же! Только у меня ничего не выходит! Я уже полутра потратил, ну а кроме каши овсяной, манной или рисовой, ничего для завтрака придумать не могу! Ну что ты! Для завтрака можно придумать много разных вариантов! А знаешь что? Что? Давай пригласим к нам в гости фудблогеров! Они точно что-то подскажут! Фудблогеры – это люди, которые пишут о еде, снимают разные интересные рецепты и рассказывают о них в интернете, да? Да, да, именно о них! И сегодня я хочу познакомить тебя и наших зрителей с Камилой и Антоном Дмитриевым! Привет, Антон! Привет, Хрюша! Очень рад быть у вас в гостях! Здравствуйте, ребята! Сегодня вы популярные блогеры, которые рассказывают о разных кулинарных изысках. А вот помните свое первое блюдо, которое приготовили? Мне было, по-моему, лет 6. Я остался дома один и решил маме устроить сюрприз – приготовить блинчики. Блинчики я, конечно, приготовил, но просто вся квартира была в муке, в молоке. Это реально был сюрприз. А мама не ругала вас за это? Да нет, конечно, не ругала. Просто попробовала и сказала, что это было очень вкусно. Ой, как приятно! А вы? Ну, я не удивлюсь, что у Антона реально было вкусное блюдо. У меня было по-другому. Я первый раз решила маму в 9-м классе приготовить ей роллы. Тогда это было так модно. Только входили вот эти все блюда. В общем, купила, все приготовила, но получилось ужасно. О-о-о! Но мама ела и говорила, что я молодец, и очень вкусно ей понравилось. Какая хорошая мама! Это так приятно, здорово! Да-да! А вы можете помочь Антону придумать разнообразное меню для завтрака? Вот что можно приготовить вкусного с утра? Конечно, Антон, я тебе с удовольствием помогу. Расскажу завтра, который я ем просто каждый день. Мой самый любимый. Это что такое? Я заинтригован, честно говоря. Нужно пожарить омлет обязательно на сливочном маслечке, чтобы он был такой нежный. Берешь лаваш, перекладываешь его туда, и сверху на горячий два ломтика сыра. Сверху помидор, вот так вот сворачиваешь, еще немножко обжаришь его, чтобы он был хрустящий, и пробуешь. Это просто фантастика! Прожественно! Прямо есть захотел. А блины? Блины подходят на завтрак? Конечно, подходят. Я обожаю блины. Можно сделать блинчики с творогом, можно украсть их свежими фруктами, орешками, медом. Я в каждый день блины ела. Какая вкуснятина! Вот меня всегда ругают, что я ем очень много сладостей. А бывают сладости полезные, вот чтобы и вкусно, и для зубов не вредно. Конечно, бывают. Я стараюсь чаще есть именно полезные сладости. Например, я попробовала недавно шоколад из кэраба. Кэраб? Это такое растение, которое похоже по вкусу на какао, но оно от природы сладкое. В него не нужно добавлять еще сахар, и поэтому это полезно. Мне очень нравится. Ой! Да, какой вкусный у нас сегодня получился разговор. Мне кажется, придется еще раз позавтракать после программы. А то как-то вот у меня, честно говоря, прям аппетит разугрался. И это точно! Нужно срочно отвлечься! Может, поиграем, а? Да, может, мы поиграем? Я с удовольствием. Я тоже за. Ура, ура, ура! Ну что ж, теперь мы начинаем. Назвали мы эту игру «Отгадай, что я нашел». Итак, друзья, вот в этом ящике, который вы видите на столе, находятся разные продукты. Один игрок, ну, к примеру, вы, Камила, должны на ощупь определить, что же лежит в ящике, и объяснить это Антону. Называть предмет нельзя. А вы, Антон, по объяснению должны отгадать, что же в руках у Камилы. На объяснение отводится, ну, к примеру, 20 секунд. Да? Нормально? Нормально. Понятно? Ну, тогда выбирайте, все-таки, кто из вас будет угадывать, а кто будет трогать. Давай я буду объяснять. Да, я думаю, что лучше ты объяснишь, а я лучше угадаю. О, отлично! Ну что, начинаем! Я команда! Ребята, это будет очень весело и интересно! А если там что-то живое? А это мы сейчас узнаем. Итак, Камила, начинайте объяснять. Ой, это такой... Синенький овощ, его называют еще так, синенький. К баклажан. Точно, да! Следующий? Да, есть баклажан! Ура! Очень быстро! А я поняла. Это такой фрукт, он сладкий, он зеленый, он с маленькими косточками. Нет, и он волосатенький такой. Киви? Да! Волосатенький! Есть! 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 Вкусный и полезный киви. Ага, ага. Этот фрукт, его очень много, он всегда такой в компании друг с дружкой. И бывает такой гроздь, гроздь. Виноград! Да! Точно! Молодцы! Как легко у вас это получается! Так, а ну это легко, это сладкие фрукты, его очень любят обезьянки. Банан! Точно! Банан! Ни одной ошибочки пока! Ой, а это что? А это что? А это... Звучит как семечки. А, это варят. Вот в Италии очень любят есть. Паста, макароны? Да. Точно! Браво! Так, а что там еще есть? Ой, осталось последнее. Это очень любят дети, ну и мы с тобой. И бывают в такой обертке шелестящей. Шоколад. Ну, маленькие такие. А, конфеты! Да, точно! Браво! Браво! Супер! Как мы быстро справились с гаданием! Сложно было, а? Ну, легко, легко. Да, у меня ощущение, как будто Камила... Ну, не зря же она ведет все-таки блок кулинарный, да? Может точно, ясно объяснить, в конце концов, что это любят маленькие обезьянки. А это волосатый киви! Как здорово! Мы сегодня и поговорили, и поиграли. Приглашайте еще, мы с Камилой обязательно придем. Так с удовольствием, ведь сегодня мы успели поговорить только про завтрак, да? А я планирую разнообразить весь свой рацион. Да-да! Обед, полдник, ужин и перекусы без помощи кулинаров не обойтись. Ребята, а вы какие блюда любите готовить и есть? Расскажите об этом на моей страничке в инстаграме хрюша, нижнее подчеркивание класс. Друзья, живите активно и мыслите позитивно. До встречи на канале Гарусель!